На телеканале Нефтехим программа Оперативный отдел. Я ее ведущий Альберт Меншин. Здравствуйте! Сейчас вы узнаете, что произошло в Нижнекамске в республике в целом за минувшую неделю. Оставайтесь с нами. Казанские гастролеры. Производится съемка деталей автомашин, а также имущество, которое находилось в похищенных автомашинах. Полицейские задержали серийных автомобильных воров. Плати нам и торгуй свободно. Они обращаются к директору торговой точки с предложением. В избежание аналогичных проверок платите мы же месячно от 3 до 5 тысяч рублей. Столичный суд. Переданы материалы уголовного дела в отношении вымогателей. ДТП, погони и операция «Тоннель». За минувшую неделю на территории города Нижнекамска Нижнекамского района было зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом и 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Почему в Нижнекамске полицейские работают в усиленном режиме? Серия автомобильных краж в начале этого года подняла на уши не только татарстанских оперативников, но и их коллег из соседних республик. Одна за другой из различных городов нашей страны таинственным образом стали пропадать дорогие иномарки. Расследование длилось недолго. И вскоре выяснилось, что не все дороги ведут в Рим. Некоторые доводят только доказания. Евгений Авдеев подробнее. Производится съемка деталей автомашин, а также имущество, которое находилось в похищенных автомашинах. На кадрах оперативной съемки, предоставленной сотрудниками полиции, видны различные автомобильные детали, которые, по версии следствия, раньше принадлежали иномаркам. В конце прошлого года из разных регионов России стали поступать сообщения о краже автомобилей. И как в итоге выяснилось, это дело рук так называемых татарстанских гастролеров. Сотрудники уголовного розыска МВД по республике Татарстан задержали казанцев, подозреваемых в серии карашиномарок на территории нескольких регионов. Как выяснили полицейские, похищенные автомобили злоумышленники перегоняли в Казань, где разбирали их в заранее арендованных гаражных боксах. Электронику, части кузова, элементы салона и ходовой они сбывали через сайты бесплатных объявлений. А с номерных деталей спиливали в ВИН-код и сдавали в пункты приема металла. За время своих гастролей задержаны угнали около 10 автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio в республиках Чувашия, Мариэл, а также в Кировской области. Ни одна из похищенных иномарок не была оборудована ни электронной сигнализацией, ни механическим противоугонным устройством. Автоворы были настолько уверены в своей безнаказанности, что визит группы спецназа стал для них полной неожиданностью. Всех четверых подозреваемых сотрудники полиции задержали в ночь на 16 февраля, когда они приехали в арендованный бокс на угнанном автомобиле. Причем застегнутые врасплох угонщики оказали сопротивление оперативникам и успокоились лишь после того, как старшая группа задержания произвел два предупредительных выстрела вверх из стабильного оружия. Свою вину задержанные полностью признали. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Более того, один из злоумышленников должен был находиться под домашним арестом, будучи подозреваемым по краже 18 иномарок. На время следствия все задержанные помещены под арест. Евгений Авдеев специально для оперативного отдела. В Казанский суд Приволжского района переданы материалы уголовного дела в отношении группы вымогателей, про которых мы рассказывали в одном из прошлых выпусков. 38-летний житель Волгограда вместе со своим подельником требовали деньги у хозяев торговых точек. Молодые люди забыли, что сейчас далеко не 90-е, и подобными действиями в наше время мало кого напугаешь, за что и поплатились. В один прекрасный день на их запястьях защелкнулись наручники, и оказались наши герои в камере следственного изолятора. Евгений Авдеев продолжит тему. Можно вас спросить, а то что я расскажу. На скамье подсудимых оказались два гостя столицы. Сейчас их лица скрыты масками, а ведь совсем недавно, совершенно не стесняясь, они наводили ужас на казанских предпринимателей. В марте 2016 года оперативники получили информацию, что группа, организованная 38-летним безработным уроженцем Волгограда, длительное время занималась вымогательствами денежных средств у руководителей продовольственных магазинов. В случае неуплаты молодые люди грозились распространить весьма необычную информацию. Находили на прилавках просроченный товар, покупали его и подавали жалобу в Роспотребнадзор, который инициировал внеплановую проверку магазина, также с последующим наложением штрафа. После нескольких таких акций они обращались к директору торговой точки с предложением во избежание аналогичных проверок платить им ежемесячно от 3 до 5 тысяч рублей. Полицейские не оценили действия столичных псевдоревизоров и задержали мужчину и его 19-летнего подельника. Как позже выяснилось, орудовала группа с 2014 года. Тогда, пользуясь тем, что один из компаньонов был несовершеннолетним, Шайка вымогала деньги другим способом. Несовершеннолетний убеждал продавца, что ему уже исполнилось 18 лет и покупал алкоголь. После этого они, предъявив паспорт и чек, предлагали заплатить им определенную сумму. В противном случае обращались в контролирующие органы с последующими проверками торговой точки и наложением штрафа. В ходе следствия собраны доказательства по 34 эпизодам вымогательств, совершенных обвиняемыми. Потерпевшими по уголовному делу признаны 10 работников торговых сетей. На время следствия в Ахитовском судом Казани мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Евгений Авдеев специально для оперативного отдела. Весна – самое нелюбимое время года у сотрудников ГИБДД. Сейчас концентрация нарушителей ПДД на дорогах особенно велика. Может быть, пробуждение природы так действует на водителей, может еще что-то, но факты – вещь упрямая. Именно весной замечаешь большое количество правонарушителей на дорогах. Нижнекамск в этом плане в стороне не остался. Сотрудники ГИБДД рассказали нам обо всех происшествиях за минувшую неделю. Школьные каникулы закончились. Дети приступили к занятиям, улицы опустили. Казалось бы, сотрудникам ГИБДД можно выдохнуть и немного расслабиться. Но не тут-то было. Теплая погода и невнимательность водителей привели почти к двум сотням дорожно-транспортных происшествий. За минувшую неделю на территории города Нижнекамска Нижнекамского района было зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом и 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Самое серьезное ТВ произошло в минувшую субботу в 7 часов 15 минут на 85-м километре автодороги чисто по Нижнекамску. Водитель «Двенашки» вылетел навстречку и совершил столкновение с автомобилем «Део Матис». От удара у иностранной малолитражки оторвалось переднее левое колесо, которое влетело в попутный транспорт «Ладу Приору». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 человек, трое из которых дети 3, 6 и 9 лет. Все пострадавшие с многочисленными переломами, ссадинами и ушибами были доставлены в больницу. Инспекторы считают, что такого количества пострадавших можно было избежать, например, если бы дети находились в специальных удерживающих креслах, а не пристегнуты адаптерами. Проверка наличия специальных детских кресел – одна из основных задач, ставшая уже традиционной операцией «Туннель», которую сотрудники ГИБДД провели на минувшей неделе. За время рейда было проверено около 200 автомобилей. Также в этот день сотрудники ГИБДД выявили водителя, который не выполнил законные требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Преследование продолжалось недолго. Данный водитель был задержан на перекрестке вызова лесная. Выяснилось, что у него нет водительского удостоверения. Он обучался в автошколе, однако водительское удостоверение не получал. Правонарушителем оказался 25-летний молодой человек. В отношении него был составлен административный протокол. За управление транспортным средством, не имея прав, теперь ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. Кроме этого, сотрудниками ГИБДД составлен административный материал на хозяина данного автомобиля, который в момент преследования также находился в машине. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Его транспортное средство «Девятка» помещено на специализированную стоянку. Евгений Авдеев, Артур Довлекаев, телеканал «Нефтехим». На сегодня это все. С вами был Альберт Меншин. Всего доброго. Альберт Меншин. Всего доброго.